Знаете, у каждого своя, наверное, гордость за Россию. Я могу гордиться, мои друзья могут гордиться, наше поколение может гордиться очень многими достижениями. Это и строительство гидроэлектростанции, это и освоение шельфов, это и развитие нефтеносных пластов в исследованиях, это развитие горнодобывающей промышленности, металлургические восстановления, металлургии, это поиски новых металлов и сплавов. Да это просто, мы устанем говорить, за что можно гордиться. Вот другое дело, что есть отрицательная гордость. Гордость за прошлое, но не осознание этой гордости в настоящем. Настоящее слишком пробуксовывает против того прошлого, в котором мы жили. Но это был век коммунизма, это была эпоха, после которой еще была долгая ротация на то общество, которое вспоминали старики или те, кто медленно старел в том обществе и не мог его бросить. Теперь, подходя к новым технологиям и к новациям, нам, наверное, скоро будет чем гордиться. Но для этого вот эти поколения современные, которые сейчас это обсуждают, тоже должны немножко постареть, помудреть. И тогда появятся новые форпосты, новые рэперы гордости, новые памятники, новые опоры. Все должно пройти, устояться. Ремиссия не гордости, это лишь вбрасывание в наш современный социум философской мысли. А может быть, нечем гордиться. И вот рецидив этого, как бы того, что вот нечем, сеет в мозгах некие такие, вы знаете, меланхолические настроения, которые для общества совершенно вредны.